Здравствуйте, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь, у нас 31 марта. К западу от Авдеевки произошел один из самых жестоких единовременных разгромов оккупантов за всю полномасштабную войну. 30 марта украинские воины уничтожили целый механизированный батальон врага под селом Тоненькое. В этот день противник внезапно развернул там одну из самых мощных своих наступательных операций и бросил на этом участке почти полсотни единиц военной техники, 36 бронемашин пехоты и 12 танков. В результате стремительного боя подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ ликвидировали либо повредили 12 танков и 8 БМП 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии России. «Соответствующая фотография с двумя десятками пораженных машин, брошенных в поле, появилась в сети. Для удобства восприятия мы подсветили каждую машину специальными красными квадратами. Как видите, перед нами самое настоящее танковое кладбище». Первым об этом сообщил аналитик Крайкс Форшер. В своем X-аккаунте он сказал, что перед нами рекорд по количеству бронетехники, которая была затрачена оккупантами на один конкретный штурм. Произошедшее он назвал, я цитирую, «чистым безумием со стороны интервентов». Комментируя действия агрессора, он напомнил о российской военной доктрине. «Механизированные части прорывают позиции противника, а стоящие за ними дивизионные силы должны развивать успех». «Вот только прорыва не случилось», – написал он. Катастрофическое фиаско подтвердил и один из ведущих Z-военблогеров, военкор-котенок. В своем телеграмме, под фотографией убитой российской колонны под Тонненьким, он пояснил, что речь идет о попытках движения с села Тонненькое к Усманскому. Дословно. «Ситуацию осложняет, мягко говоря, не самое грамотное командование. Результат – это главное, а чем, кем и как он достигнут – плевать. Беда, когда главным стимулом является мечта о генеральском звании, а все остальное, в том числе сбережение людей, отходит на задний план. Ни на одной войне нельзя минные поля разминировать подразделениями. За такое нужно не звание обещать, и тем более давать их, а разжаловать», – говорится в его заметке. Но на самом деле мы все понимаем, он стит российскому военному командованию. Это не иллюстрация к стремлению какого-то генерала получить звездочку, а это, вообще-то говоря, сам формат ведения боевых действий со стороны России, который не меняется с первых дней войны. То есть, лобовое движение колоннами через минные поля на укрепленные позиции с риском стопроцентных потерь. Иными словами, все те же самые старые добрые мясные штурмы. По сути, вся российская военная компания в Украине – это один за другим вот те самые угледары. То есть, само название угледар в этом смысле стало нарицательным. Речь идет об общеизвестном эпизоде, когда Москва утратила целую бригаду под угледаром в ходе серии бесславных атак, после чего прекратила, в общем-то, их. Если сейчас и пытается их возобновить, то точно так же безрезультатно. Трудно подсчитать, сколько раз с тех пор мы наблюдали повторения подобных историй. Целые украинские поля усеяны гигантским количеством российской военной техники, плотно уложены в небольших пространствах. В одной только Авдеевке, как известно, насчитывается более 600 случаев подтвержденных только потерь военной техники Саранчи. Ну а всего Саранча потерял на этом направлении уже намного более тысячи танков, БМП и прочего хлама. Тем не менее, поражение оккупантов под Тоненьким выделяется на фоне общих их провалов, особенно большим количеством нейтрализованной бронетехники, если сравнивать с пятачками, где вот столь же плотно была бы уложена эта уничтоженная бронетехника. Мы записываем это видео еще до появления каких бы то ни было видеозаписей с украинской стороны по поводу вот этого сражения. Нет сомнений, что украинское командование скоро опубликует эти кадры после некоторого редактирования, как это и обычно случается у украинского генштаба. Вот тогда мы и сможем более ясно увидеть, как именно был остановлен враг. Уже сейчас понятно, что перед нами демонстрация неувидающего мастерства в ВСУ, неувидающего даже в условиях дефицита вооружения искусственно созданного политиканами в Конгрессе США. Победа ВСУ в этом сражении оказалась столь впечатляющей, что англоязычная версия Forbes посвятила даже целую публикацию этому событию. Автор материала, военный эксперт Дэвид Акс, назвал случившейся настоящей танковой резней. Цитата. «Когда дым рассеялся, выяснилось, что русские бросили треть своих танков к западу от Авдеевских руин», пишет он и продолжает. «Этот дорогостоящий для России штурм показывает две противоречивые тенденции в рамках продолжающейся третий год войны. До этого субботнего штурма, то есть в течение последних нескольких недель, российским полкам и бригадам явно не хватало техники после потери сотен единиц техники при захвате Авдеевки в середине февраля». Вот почему оккупанты все это время бросали в атаке исключительно голую пехоту, без поддержки бронетехники. Ситуация изменилась в последние дни. На Авдейском направлении противник вновь начал применять бронетехнику, в том числе танки, заявил Украинский центр оборонных стратегий в пятницу, за день до того, как от одного до двух батальонов этой техники попали в кровавую бойню под Тонником, пишет Акс. «То, что украинцы смогли победить столь крупные и хорошо вооруженные российские силы, указывает и на другую тенденцию», говорит он. «Несмотря на нехватку основных боеприпасов, украинские бригады по-прежнему способны организовывать жесткую оборону, часто с использованием комбинации мин, артиллерии, противотанковых ракет и ударных дронов, управляемых от первого лица», – констатирует эксперт. Далее он приводит размышления представителя 25-й бригады ВДВ Украины из Телеграм-канала. «Порой поражает количество глупого и бестолкового количества мяса, которое пачками гибнет за амбиции маленького Путлера. На фотографии лишь одна улица с Авдеевского направления, усеянная сгоревшей техникой», говорится в этом посте от 31 марта в Телеграм-канале этого подразделения. Пытаясь понять, удалось ли наступавшим силам добиться хотя бы какого-то минимального успеха, пусть даже такой вот огромной ценой, Дэвид Акс делает отрицательное заключение. Автор ссылается на данные Центра оборонных стратегий. В воскресенье тот охарактеризовал бои в районе Тонникова как позиционные. Это означает, что ни одна из сторон не имела существенного продвижения. Продолжаю цитату из Форбса. «Каким образом 25-я бригада уничтожила эту рекордно большую колонну русских танков, не совсем понятно из визуальных свидетельств последствий боя. Однако нетрудно догадаться. Стандартная оборонительная методика украинских сил. Она заключается в том, чтобы обнаруживать с помощью беспилотников российскую штурмовую группу и разбить ее прицельными обстрелами. Артиллерия ликвидирует российскую технику, а дезорганизованные выжившие становятся легкой мишенью для ФПВ-дронов, которые атакуют отдельных солдат и транспортные средства. В то время как мины и противотанковые ракеты могут усугубить кровавую бойню». Такая тактика сформировалась УВСУ как вынужденная необходимость на фоне того, как «дружественной Москве» — подчеркивает акт. «Дружественной Москве» — республиканцы в Конгрессе США прекратили помощь Украине, начиная с октября, когда они лишили украинские силы большей части тяжелого вооружения и в конечном итоге вынудили гарнизон УВСУ, который испытывал недостаток боеприпасов, покинуть Авдеевку в середине февраля», — пишет АКС. И таким образом он явно показывает собственное негативное отношение в отношении спикера Нижней Палаты Конгресса США Майка Джонсона и его соратников, из-за которых и произошла критическая задержка с принятием пакета военной помощи для Украины в размере 60 миллиардов долларов. На днях Джонсон заявил, что вынесет вопрос об этом пакете на голосование 9 апреля. Очевидно, что долгожданный законопроект наконец-то будет принят в течение нынешнего месяца. Тогда к лету мы увидим совершенно другую картину боя. Новый закон о мобилизации в Украине, который уже скоро, вероятно, пройдет в украинском парламенте, помноженный на возобновление поставок из США, усилит перемалывание российских сил на фронте, сломит их бронетехнические возможности, подорвет их и без того невысокий боевой дух. И вот тогда мы увидим, вероятно, ренессанс украинской инициативы. К аналогичному выводу приходит и АКС. По его словам, нынешняя тактика, даже в условии дефицита снаряда, показывает возможности украинской обороны останавливать тотально превосходящего врага. А что же будет, когда украинцы сохранят вот эту же самую тактику, тактику комбинации дронов, артиллерии, мин и так далее, и при этом у них будет намного больше артиллерии, то есть намного больше снарядов в первую очередь. Опять же цитата. Ожидается, что такая тактика продолжит формировать поле боя с украинской стороны, причем даже тогда, когда в Украину прибудут свежие боеприпасы. В ближайшие недели и месяцы украинцы, скорее всего, продолжат обороняться от российских штурмовых групп, в основном за счет координации своих гаубиц и беспилотников. Только вот артиллерии в какой-то момент у украинцев может стать больше, чем в последние месяцы. И это самое настоящее благословение для друзей свободной Украины. Ведь, между прочим, и российские штурмовые группы могут стать крупнее и более тяжело вооруженными. Это означает, что для того, чтобы восстановить их, потребуется еще больше огневой мощи. Этому способствует и раскручивающаяся европейская оборонка. В каком-то смысле политический цирк в Конгрессе США пошел Евросоюзу на пользу. Испугавшись капризов и непостоянства Америки, во многих европейских странах начали развивать военно-производственные мощности. В европейских столицах осознали, что в некоторые периоды, вероятно, затяжны. Им придется в одиночку, без штатов, поддерживать украинцев на поле боя. И это очень плохие новости для Путина. Путина, который мечтал, что он может воспользоваться бесконечно долгими месяцами задержки помощи для Украины со стороны Соединенных Штатов. И тем, что Европа, вероятно, останется столь же бесхребетной, как и ранее. Но, как мы понимаем, не удается. Не удается Путину даже при тотальном превосходстве с той же авиацией, с теми же авиабомбами. Да, какое-то время он еще создаст проблемы украинцам, своими кабами. Но уже скоро на украинский фронт зайдут F-16. Россия потеряет высокой степенью вероятности свое доминирование в воздухе. Вот тогда я и взглянул бы с удовольствием на гримусу бессильной злобы на лице омерзительного военного преступника Путина. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Поддерживайте нас через ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео, если вам нравится то, что делает наш канал. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами и суперспасибо от YouTube. Веди кнопочки с сердечком под каждым нашим видео. До скорого.